Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, уже заплетается язык, три видеоролика подряд рассказывать. Вот смотрите, я две предыдущих темы тоже рассказала, они вроде бы незначительные, но нужные. Как вот определиться, заглублять или не заглублять томат, если он нормальный, высокий, все красивый. Сейчас я вот расскажу тоже такую прям минимальную тему, выбраковка этих рассады. Вот я вынесла сейчас всю рассаду, я ее сейчас по рядам разделяю, распределяю, что куда. И как я уже рассказывала, всегда все я немножко с запасом. Вот у меня сейчас 10 стаканчиков стоит Чудо Земли. Все они вроде бы на первый взгляд и красивые, и хорошие, вот видите, бутончик, корневая прям у них прекрасная. Вот видно, что у них хорошая корневая система. Но мне надо вот из этих 10 чудес Земли выбрать самое чудесное чудо. Как я делаю? Очень просто. Я вот их все поставила, они ждут своей очереди и смотрю. Выбираю, которые, раз у них один день посева, у них один сорт, они должны быть более стандартные. Выбираю те, которые похожи друг на друга, видите, у них прям длина как обрезана, как они все одни. А одна вот эта, посмотрите, вот второй слева саженец, сенец, видите, он намного отстает. Ну, значит, у него что-то пошло не так. Или семечко было слабенькое, семена магазинные, или что-то ему не понравилось. Хотя у него такая же корневая система, тоже он высокий, у него цветочная кисть в зачатке. Ну, раз уж не нужно отбраковать каких-то два, значит, я оставляю самое маленькое. Какая судьба дальше будет у этих сеянцев? Возможно, он дотянет до высадки в открытый грунт. Если он начнет перерастать, я его обрежу и укореню, опять же, до высадки в открытый грунт. Потому что я, там у меня есть еще вторая партия чудо-земли. Вот эта была посеяна специально для теплицы, а та была посеяна для открытого грунта. И как вот по моим наблюдениям, по опыту предыдущих лет, когда я вот эту вот обрезаю и оставляю в ту партию, которая посеяна позже, потом все вместе высаживаю, то вот те, которые обрезаны и посеяны раньше, они все-таки раньше начинают плодоносить. Так что, если здесь она, как говорится, отстающая, то в той партии она, возможно, будет лидером, самым первым даст урожай. Так что ничего страшного нет, что вот эта маленькая малышка останется, и она все равно у меня будет применена. Все, вот это тоже еще одна мелочь, потому что бывает же, ну много рассады, не надо высаживать все подряд. Выберите самые сильные, самые здоровые. Им сейчас вот эта выносливость пригодится, условия ужасные, сейчас холодно, идет дождь, и возможно, что такие сильные растения, они легче переживут все эти испытания судьбы. Все, до свидания. Я сейчас начинаю все постепенно высаживать. Потом, если будут в ходе работы какие-то еще нюансы, что-то я еще припомню, чем захочу с вам поделиться, включу камеру еще раз и еще раз все вам расскажу. Спасибо.